Всем привет, с вами Ванох и снова Глория Виктиас. Сколько раз я уже говорил эту фразу, да, кто-то уже скажет, что эта игрушка заезженная и вообще сколько можно ее показывать на моем канале. Возможно. Но, тем не менее, периодически все-таки выходит обновление, я уже говорил, что в эту игру все-таки тянет иногда вернуться не на постоянной основе, потому что все-таки она надоедает, но иногда хочется посмотреть. И, благо, сегодня обновление действительно интересное, в отличие от моего предыдущего видео, где, по сути, на самом деле ничего особенного не было. Мы посмотрели на женского персонажа, который не сильно отличался от мужского, посмотрели на некоторые элементы в боевке, ну, ничего особенного. Сегодня же у нас обновление, которое изменяет Азэбов. Если вы помните, это мой видеоролик, который выходил некоторое время назад. Я, ну, говорил, что, честно говоря, фракция, ну, мягко говоря, плохо проработана. Какой-то у них слабенький город, слабенькая вообще позиция. В принципе, по карте мы видим, что у них до сих пор слабенькая позиция с точки зрения вообще доминации на карте, но эту... Причину этому я уже вам объяснял, что все-таки нужно делать полноценный вайп, тогда посмотрим. Сейчас же, ну, реально вот видно, что даже, в общем-то, между эсмирами и мидлендерами уже есть некий дисбаланс, то что тут красный у нас просто все захватили. Я в очередной раз забыл, кто именно красный. А, вот, контрол. Ну, короче, мидлендер у нас сейчас тут рулит очень активно, а у, соответственно, Азэбов вообще почти ничего нет. Ну, они, понятное дело, еще и появились. То что вайпа, в принципе, для Азэбов не было, но тем не менее, у них новый город, большой город, хороший город, новый квест с цепочкой, поэтому я, собственно, начал качать новые персонажа. Ну, качать, конечно, это громко сказано, но тем не менее. Вот, соответственно, наш город Азэбовский. Наш новый персонаж вот такой вот. Давайте просто для начала побегаем, что-то здесь да как, посмотрим. У нас, в принципе, тут есть квесты вот тут, сразу целых кучи. Тут даже он квест, который очень серьезно так намекает на Властелина колец. Ну, и тут еще в городе поговорить с Химериусом. В принципе, если так посмотреть, то теперь у нас Азэбов уже напоминает не только каких-то арабов, но у них какой-то, знаете, уже есть в сторону Рима посыл-то, и в чем даже и архитектура, и стражники очень чем-то похожи именно на римскую Францию. То есть разработчики, похоже, решили немножко поменять свою концепцию в отношении них, соответственно. Это тоже много чего-то говорит. Единственное, что я, честно говоря, не помню, есть здесь переключение на камеры. Так, это я меч сделал. Хорошо, что в этом городе, в отличие от Кинг-Кам стражникам по барабану, бегаешь ли ты с мечом или без, ну ладно, неважно. Смысл в том, что... В принципе, теперь уже реально это выглядит как полноценная столица. Реально здесь уже интересно что-то изучать, можно гулять, ловить подфризывание, ну ладно, это не так важно. Соответственно, в принципе, город остался примерно в такой же диспозиции, что и раньше, то есть вот в этой нижней части карты, но теперь тут у них и свои какие-то крепости есть, тут даже непонятно, что это такое за место, но оно уже захвачено врагами. То есть вокруг уже одни враги, вокруг Азебов. Я считаю, что все-таки нужно будет разработчикам в определенный момент сделать вайп полный, как они раньше делали. Я понимаю, конечно, что полсостоянные вайпы не очень хорошо, я сам в свое время негодовал, что так часто вайпы не успеваешь качаться, но сейчас прекрасно понимаю, что они нужны именно из-за того, что вводятся новые фракции. В принципе, Азебы вроде как должны стать третьей и последней, по крайней мере, на ближайшее время. Но тем не менее, нужно, наверное, все это сделать. А так вообще, а так вообще, мне лично говоря, очень нравится, вот как Азебы выглядит. Это реально полноценная фракция, а не какая-то там недофракция, недогосударство, которое как-то очень странно тут обосновалось на карте. Такое ощущение, знаете, что они проплыли, отклонились за море, быстренько тут какой-то город отбабахали примитивненький, и все, и даже перестали как-то дальше развиваться. Хотя, ну, это, наверное, неправильно. В любом случае, я считаю, что это действительно хорошее обновление, действительно крупное, масштабное. Пускай, да, там, для тех, кто играет за другие фракции, они, собственно, ничего не заметят, но, в принципе, это их уже проблема. Давайте попробуем немножечко по квестовой цепочке пробежаться. Мне кажется, персонаж очень быстро устает, очень быстро у него стамину тратится. Я даже, честно говоря, не помню, как я играл, когда за предыдущих персонажей. Ну, скорее всего, так тоже, потому что у него, в принципе, прокачки нет. Чем мы сильнее прокачиваем, тем, соответственно, у него активнее стамина. А вот сейчас было бы неплохо мне бы найти нужного нам персонажу. Химириус, Химириус, ты где? Так, вообще, миг идет сюда. Карта, но мы знаем, что периодически игрушка может в этом плане подглючивать. Не подглючивать, а не... А, вот тут он все-таки. Так, ну, я, честно говоря, не хочу, наверное, сейчас заниматься переводом. Мы, наверное, не будем сегодня погружаться в сюжет. Ну, так сказать, посмотреть, что нам тут предлагают. Что-то тут вкратце есть, можно. Нам сейчас предлагается, соответственно, добыть... Открыть чест. Так, ну, так, что-то у меня подглючивает немножечко игра. Может, что-то я сворачивал. Ага, у нас уже есть тут меч разведчика. Такой вот он интересный меч. Ну, то есть все-таки есть какая-то, знаете, по стилистике... Не забывать, я вот что-то удивился, а потом вспомнил. Да, тут же достаточно своеобразно реализовано. А, теперь как мне оружие убрать? А, вот, наив. Тут существует вопрос теперь реализованно беганье. Когда вы достали оружие... Так, ну, как-то специфично уже начало. Ну, ладно, это, в принципе, не критично. Критично, нам все-таки разобраться. Почему у нас враги без головы? Вот это мне бы интересно было бы знать. Это какой-то особенный посыл? Или это просто разработчики опять криворукие? Криворукие. Потому что, конечно, противники без головы... Я, в принципе, такое встречал... Так, сейчас сходу не скажу. Лайфисиду, вот, скажу. Вспомнится, в Лайфисиду были такие проблемы. Когда, короче, периодически она ломалась. Нужно было делать перехеширование данных. Как быстро. Тут собрал, тут сразу сюда. Уже рядом, прямо с бандитами. Отнес. Так вот, а там периодически она ломалась. Начинаются какие-то странные совершенно с ней проблемы. Вот тут, кстати, тоже персонаж голова Целса. Обратите внимание. Тоже какие-то могли текстуры поломаться. Еще что-то. То есть игра работает, но явно криво. Так. Не то. Ницетус. Так ты, что ли, Ницетус? Да, ты. Как немножко странно. Тут вообще показывает вот сюда точка. А находится немножко в другом месте. Так. Ты можешь на меня рассчитывать, главное сказать. А дальше уже разберемся. И нам предлагает, соответственно, убить каких-то там конвиктов. Ну, игрушка, кстати, подлагивает. Подлагивает она. Причем, как помните, я ругался в прошлые разы. Вроде и пинг нормальный. И FPS вроде нормально. Но при этом, впереди, к игрушку паралагирует. Но это, в принципе, после патча нормально. То есть разработчики, скорее всего, забыли какие-то вещи подтянуть. Оптимизировать. Как допустим, кинэнкам. Там уже, помните, моя проблема связана с тем, что у меня реально в определенных моментах игрушка просто лагала. Так. Кстати, они еще очень что-то громко реально стали звучать. Хотя, вроде бы, казалось бы, до этого. Как-то не сильно, по-моему, поменялось. Как тебя забили прям всей толпой. Но мне бы хотелось бы все-таки конвиктов ввечь. Видимо, их не так много и нужно... Хотя, в принципе, они тут по всей карте разбросаны. Наверное. Ну, в общем, понятно. Дело в том, что только патч вышел, зная разработчиков, их... Так, это не враждебно. Теперь, кстати, видите, отображает, что я не враждебный. Вот таким символом знак. Кружок перечеркнутый. Вот. То есть, чтобы... Я вам уж понимал-то, что тут надо сражаться с этими товарищами не надо. Это же их атаковать нельзя. Вот. Но. Пока что. Интересно. Такое ощущение, что у меня, короче, стамина... Почему-то тут... А, ну все правильно. Она не тратится, потому что... Собственно, я не могу бегать. Мне интересно, где конвикты вот эти, которых мне нужно убивать. Что-то как-то они, по-моему, в очень ограниченном виде. То есть, вообще... Таковая площадь у нас тут. Здрасте. Ну, видимо, разработчики не сильно настроили, потому что видно тут вот что и... И он кто-то еще тут ждет спауна их активно. Вот, кстати, они ходят. Сейчас, а то засчитываются общие какие-то уроны. Походу, что нет. Походу, думал, он его добил. А можно я возьму меч свой уже? То есть, у меня, видимо, дал игрок все-таки убить одного этого. Что-то какой-то он толстый. А, 7 уровень, понятно. А может, кстати, и вообще не тех. У тебя нет конвиктов, пишется. Да. Ну, в принципе, мы его завалили. И, в принципе, у меня еще двух таких убить. Жизнь наладится, как говорится. Но, конечно... Что-то тут разработчики не додумали, потому что это же еще, ко всему прочему... Нас только тут двое охотятся. А если еще кто-то придет... То есть, там вообще будет непонятно, что творится. То есть, не дело, не дело тогда, конечно, делать. Пускай, да, тут, в принципе, вон еще один входит. То есть, они тут, вполне, есть, но их маловато, я считаю, что... Эй, отойди от крестьянина, беда. Давай, со мной посражайся. Хотелось сделать удар щитом, но он уже откинулся. Так, ты тоже? И опять сейчас тут посчетнет, пока я с ним занимаюсь, да? Нет, а так успеем. Успеем. А подбор лута все так же... Все так же криво реализован. То, что я помню, еще ругался на это долго. Вот, подобрал наконец-то. Так. А почему мне не засчиталось? А, вот теперь засчиталось. А как-то странно очень в этой игре реализован. Но хотя бы спаун пошел. То есть, видимо, тут все их перебили. Вообще, какие-то паркачные игроки. Кстати, возможно, не нужно бы у меня новый персонаж был создавать. Я мог бы, наверное, старым вполне нормально все это пройти. Может быть, кстати, была и ошибка. Но как, блин, с лутом вообще как-то плюху реально плохо. Так, успею я его за... для себя. Тут очень своеобразная система, конечно, скажем, как это назвать-то. За привачивание противников. Вот, все, сдали мы. То есть... Она работает, ну, как-то непонятно. То есть, во многих играх она как делает? Кто первый ударил, того и, соответственно, противник тому и засчитывает. То есть, других как-то, кто больше урона нанес или кто убил. А тут как-то вообще непонятно. Тут вот тот так, кто по-другому. Так, на что мы согласились? Поговори с Justice нам предлагают. В принципе, на таких вот квестах на стартах примерно проверяется интересность базовой игры. То есть, те, кто, допустим, кто-то придет в эту игру неожиданно, посмотрит на вот это, то, что сделано, и сам уже будет делать определенные выводы. То есть, интересно ли эта игра, неинтересно. Сужила она... Так, меня бьют, да? Так. Здрасте. На. Тебе. Здесь. А урон, я это, честно говоря, не понял, наносится, не наносится? Ну, в любом случае, щитом бить очень так выгодно вот таких сложных противников. Так. Поговори с Маркусом. У нас опциональное задание. Здравствуй, Маркус. Ты можешь мне рассчитывать, я, правда, не совсем понял, на что именно рассчитывать, но... А, собрать дерево нам предлагают. А чтобы собрать дерево, нам, возможно, нужен топор. Хотя не нужно, в общем-то. Я думаю, мы и так соберем мечом. Вы помните, да, что, в принципе, в этой игре можно любые ресурсы, чем угодно, собирать. Просто, допустим, если вы убили бы топором, это было бы быстрее. Без топора Сатасана сложнее. Здрасте. Это пока что не сложно, противники. Помню, раньше в этой игре реально было очень дико хардкорно. Тебя убивали все подряд. В общем, те, кто смотрели мои видео, и после того, как прошло некоторое время, сами поиграли в эту игру, еще и удивлялись. Чего я так страдал в этой игре? Вот же, вроде все нормально. Причина простая была, что разработчики просто пофиксили эту проблему. Ну, точнее, не пофиксили проблему, а баланс немножко настроили, и в итоге более-менее нормально можно было играть. Вот, но, соответственно, поначалу, я помню, было реальных, как в этой игре, хардкор. Проходилось так очень серьезно напрягаться, чтобы банально не получить печень. Вот, окей, что нам-то еще? Сожгите, говорят нам, тела. Ну, сожгем тела. Правда, непонятно, чем мы их сжигаем, но чем-то дожигаем. Теперь у нас, соответственно, осталось только... Кстати, почему-то дерево не считалось. Как-то местный щетчик тоже очень странно себя ведет. Как-то совершенно, я бы сказал, странно. То есть, он... Видели, поначалу, когда я первый дерево собрал, мне он показал, что я половину выполнил. Теперь он все равно половину показывает. Это как-то странно. Но все равно нужно возвращаться сюда. В принципе, давайте-ка мы... Вот, и сначала мы вот это... Он все равно уже на нас направился. Мне кажется, какие-то более пассивные места в бою, что раньше они без устали мочали. Ну, хотя у него оружие, наверное, медленно. Может быть, у этого проблемы. Уровни просто летят. Просто без остановки. Я только надеюсь, здесь тоже только два места. Все возможно. Возможно и нет. Но, скорее всего, так. То есть, тоже как-то. То есть, реально, в принципе, для меня, для там парочки еще игроков вполне хватает. Если сюда придет толпа людей, то реально тут будет очередь на выполнение квеста, потому что это все слишком, слишком как-то тесно для такой толпы будет. То есть, поэтому, собственно, во многих играх и ввели в прогрессивную систему квест-отделания, особенно, допустим, это чувствуется в какой-то там World of Warcraft. В последней версии как раз в отношении к другому, что все оказывали и так далее. Там смысл в том, что там, грубо говоря, ты можешь вместе с кем-то начать бить другого персонажа. Ну, собственно, не другого персонажа, а противника, бота. И тебе, и твоему, соответственно, внезапному союзнику обоим засчитывается, соответственно, его убийство. Если, допустим, ему нужно определенное количество убителей, допустим, вы обои сможете с него в лут взять. То есть, ну, это гораздо лучше и гораздо эффективнее. А вот касательно ресурсных частей, то разработчики пытаются, ну, не делать вообще таких квестов, где нужно много именно ресурсов собирать. Или если делать, то сделать для них, ну, побольше масштаба. Да, тут же, соответственно, у нас, получается, явно, проблемы с, банально, ну, скажем так, проработкой подобного рода вещей. То есть, пока что, да, нормально, но это сколько будет подливаться. Давайте я все-таки... Так, где у нас? В этой игре курсоры на Z. Я хочу прокачаться. Я хочу себе вложить. Так, а где максимальная стамина у нас? Тут, да. Да, максимальная стамина здесь. Не знаю, чем мне это. Ну, давайте сюда тоже вложим. Вот, а тут у нас перки. Ну, перки не сильно нужны, хотя... Вообще, тут поначалу, наверное, вот эти полезни перки. Вот, особенно вот этот парочку, чтобы мы меньше стамина тратили, когда бежим и прочее. Так, ну что, попробуем с ними связаться с толпой или... Ну, его нафиг. Так что, все-таки, хоть игрушкой и проще стало, но все равно. А мне, кстати, за них убийство засчитывать тоже. Нападе и засчитывать. Знаете, полно... Ты два полных удара ему дал. Живой остался, то есть здоровье все-таки достаточно. Пожалуйста, залутайся. Отлично. Так. Ну, что тут? О, дерево, 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 дерево. Отлично. Ну что, в принципе, я чувствую, наверное, потихонечку, потихонечку такие есть опленые нотки. Когда игрушка нравится, ты понимаешь, что... Ну, немножко, конечно, начинаешь в нее постепенно втягиваться. У меня сейчас примерно такая же ситуация. То есть я потихонечку, так, хоть и, да, как бы не скажу, что прям у меня дикая, она нравится все-таки. Еще раз говорю, все-таки вот эти всякие баги, которые до сих пор в этой игре остались, они не дают о себе знать. Но, тем не менее, все-таки есть опленные... Ты... Нет, ты не собираешься. Есть, например, такие моменты, которые, ну... Реально так это... Приятно... В это вернуться, приятно поиграть, приятно вот эти квесты сделать. Потому что квесты, определенно, это классная вещь. Квесты это та вещь, которой этой игре, на мой взгляд, не хватало. То есть я помню, когда был практически полный фриплей. Это было гораздо худшим с точки зрения игропроцесса. Сейчас же реально есть цель. То есть вот эти квесты проходить, и прокачка на них обустряется. Так, лично этих я насобирал. Сейчас как-то назло мне... Ага. Как-то назло мне наверняка сейчас будут попадаться они на обратном пути. Те больше мне еще деревья надо собирать. Интересно, откуда вот эти... Птички тут не было. Как я тут, что ли, товарищ бегущий навалил? Ну че? Ну, как обычно, да. То никому не нужно было. Тут, короче... Птички, откуда вообще взялись? Птички, пожалуйста, не богути вот персонажа. Просто... Отлично, просто... Просто птички первого уровня завалили моего персонажа. Только начал ругаться насчет того, что здесь... Короче, точнее не ругаться, а рассказать про хардкорность. Сказал, что все, проще теперь стал. Как меня завалили птички, вообще непонятно, чего они на меня сагрились. Вообще, в ГТГ должно как-то присутствовать понятие, ну, разумности атакования тебя. Как-то так. Ну ладно, в принципе, недалеко. Но как-то все равно странновато выглядело. Че-то они тут как-то... До этого их не было, то теперь они взяли. Причем больших количествах я, честно говоря, даже не понял. А, собственно, откуда они? Вроде не было до этого их. Ну ладно, короче, это не страшно. Хотя, конечно, очень странновато это все выглядело. Ну, в любом случае, тех мы почти завалили, этих мы завалили. Но реально им не урона больше наносит, чем те бандиты. Просто они атакуют нас активней. Так, и мне до сих пор не собирается почему-то... Говорю, вот, я же правильно собираю. У меня же шкала эта чуть-чуть заполнилась. Точнее, даже не чуть-чуть, а почти полностью. Точнее, наполовину первый раз. То есть, значит, все-таки... Так я понял, что вот это делать собирать. Но почему-то оно... Фикс полисает. Все отлично сбросилось. Причем нас направляют вот сюда. Давайте-ка мы на всякий случай, наверное, вот этих всех птичек нафиг... Так, блин, я наоборот убрал оружие. Ну, хорошо, вот этих надо дятлов бить. Вот таким образом, быстрыми атаками. Хотя, может, и нет. Все, убили мы их. Вот реально гораздо более активный игровой опыт. Полисад. Вот, наверное, вот этот имеется в виду под полис... Да. Именно так. Интересно, зачем нам предложили его сделать? Ну, в любом случае, квест мы сдали. Птичек мы вредных убили. Один раз померли. Первый смерть нашего персонажа. Ну, в принципе, забавно, на самом деле. Очень так и своеобразно, конечно. Так, ну, что, сначала, наверное, к тебе. Ты теперь в безопасности? Ну, как бы, я бы не сказал бы. Но если ты так считаешь, то ок, ок. Прокачались заодно. С кем мне надо пообщаться? Джустус. А, ну, опять, короче, сбился прицел на карте. Тут там реально хорошо экипированные воюют с ними активно. Чё? Убить опять конфликтов. Да, какое у вас просто разнообразие-то задача? Собственно. Есть такое поздравление, что меня сейчас пошлют, откуда я пришел. Почти. Естественно, я тут заберусь, куда мне надо, или мне придется сейчас обходить? Невозможно, что заберусь. Ну, да, я вернулся, короче, пришел туда, туда, куда я их, где я их мочарил до этого. Хотя они тогда засчитывались мне. Опять, блин. Сейчас еще полчаса будет переключаться оружие. Как это бесявый момент. Кстати, этот момент такой же очень бесявый есть и в Кинг-Кам. Но там это еще как-то обосновано. Но это реально какой-то. Просто так ощущается, что бак. Что персонаж просто не хочет переключаться периодически. Вовремя. Это иногда жутко раздражает. Так. Ты тут пришел мне мешать. Вот такой толстый рыцарь. Не понимает, что нужно находить себе противников по своему размеру. Что-то непонятно не занимается. Я его уже убил с его оппонента. Это только добивает. Потому что тут какой-то тут есть скалирование уровня, типа. Айма его пытался сдобить, да? Засранец. Еще и залутал каким-то макаром или нет? Походу, что... Не знаю, может меня просто так везет. Он сейчас как-то очень странновато. Ты что, из сортира ее, что ли, спасти? Да вы... Реально. Типа пошла девочка в сортир посрать. А тут бац и бандиты, да? Или нет? Походу, да. Но тут пусто. Извиняюсь за выражение. В сортире никого нет. И мочить здесь тоже некого. Да. Ну ладно. Нас все дальше и дальше водят. Ну карта реально здесь получилась тесная. То есть, мне кажется, что нужно было побольше сделать. То есть, как раз тот случай, когда можно по масштабу сделать. И тут разработчики как бы, ну не знаю, они с одной стороны делают большую... Точнее, не пытаются сделать масштабно проработанную карту. С другой стороны, делают ее слишком тесной на самом деле. То есть, как раз тот случай, когда можно, в принципе, безболезненно ее увеличить. Ну, конечно, условно безболезненно, но тем не менее. Так. Ох, первая награда. Это одноручный, это двуручный. Ну, оставим пока что наш вариант с одноручным. Так, что у нас там получается-то? 76. Ну, не сильно лучше, но мы его возьмем. Вместо того поставим. Так. У нас тут всякие еще... Честы. Тут мы еще можем получить, соответственно, за вход всякие. Пошивать уже мигать мне тут и прочее. Ну, в принципе, это все понятно. Это мы все и раньше видели. Так. Ну, давайте еще раз попробуем разочек тут. Умри, тварюга. Да не странно очень, так сам, все товарищи. А, это... Гладиаторы, между прочим. Сбежавшие. Этого я убил. Интересно, это входило в планы. Входил... Входил, входил. Датчик, датчик. Э, дист... Э, шкала заполнена, сыношка. Как-то странно. Игруша стала себя вести. Кого-то, не знаю, подлагивает она. Я еще с кем-то пытался поговорить только что, или что? Вообще, как... Да, что-то такое ощущение, что подлагивает игрушка. Надеюсь, это игрушка, а не у меня интернет. Хотя, хрен его знает. Так, ну че... Так. Возьми лук. Возьми лук, я сказал. Настури, межпочем. Вот вам не хухай-мухай. Так, а тут все, что ли? Враждебные, да? Ай, спасите, помогите. Ты тоже, что ли? Что он со мной сделал? Вообще, ничего непонятного творится в этой игре. Ну, реально, такое ощущение, что лагает реально. Что-то вообще непонятно творится. Хотя, пинг нормальный. Какое-то место, наверное, заколданно, потому что до этого все же нормально было. А еще проблема, что реально лук пропадает. Из-за этого приходится не поймать чем заниматься. Что-то я взял полезно. Так, ну его нахрен. Сейчас. Сейчас я помру. Эй, ты еще пинаешься, зараза? Эй, спасите, помогите. Охрана. 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 Какое-то вообще тут ваханалия творится, на самом деле. Вообще, что-то непонятно. То есть, они... Что-то я еще телепортируюсь. Вы этого не можете убить, товарищи. Вообще, тут на что нужен игр? Вот начнешь игру хвалить. Золотое правило. Не хвали игру никогда в таких ситуациях. Особенно, когда игрушка в таком состоянии ранее. Ранее беты, альфа и так далее. Ничем хорошим это не кончится. То есть, как только ты начинаешь их хвалить, она начинает себя плохо вести. Вот как тут сейчас. Ну, мне опять не дадут, да? Так, казалось бы. Мне вот интересно. Теперь с домом еще хрен восстановится, да? Ой. Да. Там еще что... А, там теперь охранник бегает, короче. Пытается что-то сделать. Что-то... Ну, там их реально много. То есть, это... Сейчас запинают, мне кажется. Конечно, можем попробовать. А тут акмена нету, да? Да стой, ты куда-то побежал-то. Что с вами, ребята? Вы... Так, я, пожалуй, отсюда снова валил. Хотя нет. Я передумал. Я тебя убью сначала. Тут очень как-то нужно поднапрячься, потому что это как-то очень-очень-очень своеобразно. А ты что придумаешь сейчас, а? А так тебе... Снова. Читерская вещь. Читерская вещь, но... А, вот все, полутал. Короче, это как-то нужно, не знаю, тут напрягаться, что пока что это очень... А, тут еще игрок помогает, я понял. Но все равно это как-то очень потно. Совершенно непонятно пока, что здесь творится. Пусть вроде бы, как бы, в целом понятно. Но как тут охранники разбегаются, эти разбегаются. Как-то очень все плохо. Странно сделано. Знаешь, что они сейчас, знаете, тут не заспаунились? Нет, перед носом. А так все нормально. Так, что вы вообще перестали убиваться от лука? Скажите мне. Дай я тебя щитом, пашбан. Как ты успел защититься? Ты вообще монстр. Слышь, мужик. Ты знаешь, что ты бот вообще? Ты не можешь себя так вести. Ну, реально, тут какой-то страх и ужас творится. Но при этом, в принципе, мы тут справились, не померли. Но, конечно... Еще громы с молнией начались. А он, кстати, еще один заспаунился. Мне не понятно, почему я так луком их плохо убиваю. Еще раньше... Конечно, они большого уровня. Понятно. Слушай, хватит моих воровать. Иди своих набей. Вот гаденыш, что-то. Меня реально украл. Сейчас, смотрите, он, короче, будет моего бить. Нождется пока этого сагра. Может, он просто не понимает? Это сих пор, кстати, воюет. Начнусь. Так, все, короче. Очень-очень потненькое место, конечно, скажу ее вам, честно говоря. Тут уже какие-то они реально еще и большого уровня слишком. Может быть, мне нужно, конечно, пока что время тут закруглиться. Пойти, кстати, вот сюда. Потому что у меня такое ощущение, что это еще не по моему уровню. То есть у меня-то уровень какой тут? Уровень у меня... У меня тут много очков. Даже не знаю, какой. Но больш... Ой, уже. Ну, относительно, конечно. Я просто не помню, где это смотреть. Уже забыл. Запамятовал. А вот, восьмой уровень. Короче, но все равно. Ну, по идее, как должны быть они... Мой персонаж и, соответственно, противники примерно на новом уровне. А тут мало того, что разных уровней, так еще... О, прикольно. Так еще как-то тут какие-то явно проблемы есть с... Ну, балансом. В том плане, что их заметно больше, чем меня. Я-то один, а противников много. Ладно, короче, в принципе, не проблема. Тут у нас... В принципе... Задача выполнена. То есть я игру вам показал. Ну, после обновления. То есть все квесты. Немножечко по ним пробежались. Город немножко посмотрели. Посмотрели еще раз на то, что боевка кривая, как была, так и осталась. Но это все, конечно, отдельный момент. А так, в принципе, ну, нормально. Я считаю, что игрушка все-таки... Несмотря на то, что я постоянно говорю, что она как-то, ну, очень странно развивается. В плане, что медленно. В плане, что как-то разработчики не тем занимаются. Тем не менее, все-таки изменения есть. Вот тогда мы смотрели, что это с ножетских персонажей ввели. Боевку подправили. Когда-то давно мы смотрели от того, что боевку совсем кардинально изменили. Когда анимация новая была, мы еще с Димой смотрели тогда. Стрим устраивал я. Вот. Сегодня мы посмотрели на переработанных Азебов. Теперь, кстати, игре-то не Азебов. Самое главное, я не сказал. А по-другому они называются, между прочим. То есть, это теперь... Сейчас я вам скажу. В принципе, они так же все раем, но в меню стартового они немножко там по-другому называются. Сангмар Импайра они называются. Вот как даже. В общем... В общем-в общем, да. С вами был Ванокс. Спасибо за просмотры видео. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии. И всем удачи.